Серебряный призер Паралимпиады в Сочи. Следж-хоккеист Вадим Селюкин сегодня в непривычном амплуа. В свое участие в районном фестивале спорта людей с ограниченными возможностями Вадим начал с настольного тенниса. Соперник – серебряный призер чемпионата мира по стрельбе из лука Игорь Мешков. У баскетбольного кольца кандидат на Паралимпиаду 2016 года лучница Ирина Российская. Таким звездным составом спортсмены прибыли в Одинцово, чтобы поддержать коллег из клуба «Одинец», а также испытать свои силы в различных соревновательных дисциплинах. Мы взяли спорткаду, которая проводится в Московской области, чтобы лучшие наши представители поехали, и провели те виды спорта, которые приемлемы для всех, чтобы все могли в каждом виде принять участие. Русский жим, броски в баскетбольное кольцо, настольный теннис и отжимания. Участники состязаний соревнуются в своих возрастных группах, работая на личный результат. В зале спорткомплекса «Искра» ребята из реабилитационного клуба «Доверие», которые не только интересуются, но и занимаются спортом. В клубе проводится дыхательная и пальчиковой гимнастики, занятия на тренажерах. Ребята встречаются, общаются, вместе ходят на игры любимого волейбольного клуба «Заречья Одинцова». Здесь все друг друга знают, понимаете, а это самое главное. И, конечно, они стремятся к победе. Не у каждого получается, а я им говорю, главное, ребята, участие. Но все равно они стремятся к победе. Валентин Федорович Зайцев идет на рекорд. В свои 75 лет спортсмен из Кубинки уверенно отжимается и не боится силовых нагрузок. Всю жизнь со спортом. Такой девиз позволяет Валентину Зайцеву поддерживать прекрасную физическую форму и участвовать в беговых марафонах. В последнее время я улегся бегом, начал заниматься. В начале 7 километров пробежал Кубинки там, посвященные 70-летней победе. Но с чем-то надо знаменовать. Ну, я пошел, пробежался нормально. Потом в Троицке еще, значит, юбилейный забег был. Поехал в Троицке, там пробежал уже 21 километр. Мне еще понравилось. Фестиваль спорта, проводимый в ДК до инвалидов, стал отправной точкой в череде различных, в том числе и спортивных мероприятий. Впереди различные экскурсии, поездки, организованные Одинцовским отделением Всероссийского общества инвалидов. И ежедневная работа, направленная на защиту интересов и прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Для всех желающих открыть спортивный клуб «Одинец», который посещают свыше 60 жителей Одинцова. Активных, спортивных, готовых ставить личные рекорды ради победы над собой. Мария Пагипольская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.